сегодня иду на рынок хочу купить дыньку арбузик попробовали вкусный был классный теперь надо еще дыньку попробовать тоже хорошенькая получилось сладенькая то обычно в середине сладкая по краям такая ну когда попадется я выбирать особо не умею у меня там продавцы знакомые так что они посоветуют сегодня я купила лука пол килограмма по 35 рублей килограмм яблочко таких крупных по 70 рублей килограмм помидорчики ну чуть-чуть мелковатые по 30 рублей картошка по 25 и купила дынь 60 рублей килограмм это типа торпеды типа или торпеда на 127 рублей вот это вышло не знаю сколько здесь получается два килограмма вот так сегодня я решила сделать булочки на дрожжах для этого я беру вот такие дрожжи можно и сухие рассыпные на его такие вот пачечки у меня оставалось пол пачки но они уже можно и меньше брать но они мне уже лежат долго чтоб тесто поднялось получилось я пол пачечки вот такой взяла туда заливаю молочко я его подогреваю такой выше температуры тела такой 30 чем-то ну чтоб пальчиком и я пробую тепленько добавляю сюда буду выливать ложу ложечку две ложечки сахара несколько ложечек муки щепоточку маленькой соли вот я все всыпала сахар соль чуть как я варила дрожжи все это сейчас перемешаю хорошенько и это как будет опара у нас и я чтобы не ставить просто куда-то накрывать ждать час а то может и больше я всегда включаю духовочку на 30 градусов я ставлю вот и зимой и летом и ставлю в духовку там и тепло получается не сквозняков ничего и она быстро за 20 минут опара уже поднимается перемешиваю забыла еще сказать дрожжи если в холодильнике лежат я всегда их на ночь ну с вечера до утра вытаскиваю с холодильника чтобы они были теплые и яйца достаю чтобы они приобрели комнатную температуру чтобы у нас и тесто поднималась а то если будет холодное оно не поднимется вот прошло буквально 10 даже минут я пора уже поднялась можно уже засыпать основные ингредиенты так теперь я отделила от одного яйца белок белком я буду смазывать булочки так сюда еще 2 яйца кину налью масло растительного сахара ну я люблю сильно сладкие булочки и дима любит поэтому сахара побольше сыплю у меня рецепта нет я делаю все на глаз на свой вкус и буду добавлять муку чтобы такое получилось гостенькое тесто вот я потихонечку добавляю муки добавляю пока она будет так чуть гостенькая муку я конечно предварительно просеяла можно даже два раза тогда она пышнее получается мука кислородом обогащается а смазывать кто желтком смазывать кто белком смазывать кто можно в белок добавлять еще масло сливочное кусочек они там будут более такие румяные красивые кто полностью яйцом ну я когда как мы сегодня белочком хотела смазать но сейчас я буду доводить до такой-то густой консистенции получается пока ложка ложкой можно вымешивать из добы я ничего не добавляю только вот это масло растительное но может там полстакана получается у меня и вот это что два два с половиной тоже яйца вот и теперь опять ставлю в духовочку чтобы оно опять поднялось вот прошло еще 15 минут она уже опять вот поднялось вот это я сейчас тесто я буду вымешивать но я за два раза половину высыпаю муку вымешивая и потом вторую половину вот так я половина выложила сейчас буду вымешивать хорошо а потом вторую половину вот я часть уже вымесила пока его тесто начинает от рук отлипать чуть-чуть обмахнула муку и оставила здесь сейчас буду вторую часть вымешу и также здесь оставлю мы уже в духовку не будут ставить а уже здесь она сама поднимется насколько тогда уже буду лепить булочки вот такие у меня две кубышечки получились можно накрыть можно не накрывать но чтобы сквозняком не было сейчас в квартире тепло поэтому пусть теперь тесто само ну где-то в минут тридцать чуть поднимется и буду делать кружочки для булочек потом естественно накрутила такие кружочки они тоже подошли немножечко вот противень застелила бумагой можно и не застилать сразу смазывать маслом и складывать булочки можно но я чтоб ее противень не мыть не приставало тесто я бумагой застелила и смазала масло булочки я сложила противень сейчас буду смазывать яйцо чтобы если мало я туда добавляю водички и размешиваю помешал потом буду смазывать духовку включила на 200 градусов пока все я смазывала все булочки сверху еще присыпала сахарком и сейчас духовка нагреется и отправляю в духовку и можно ставить на 180 градусов ну и уже смотреть по мере выпекания когда уже подрумянится вверх ну вот они там у нас еще поднимаются еще выпекаются второй противень я сделаю такие ажурненькие форму пиро и булочек можно любую там просто мне некогда я делаю обычные такие просто кругленькие фигурные булочки делаю вот так раскатываю надрезаю посыпаю сахаром и буду вот так вот скручивать покажу сахаром посыпала можно любым вареньем и вот так вот накручивая круассанчик получается я буду складывать булочки ну вот я накрутила такие булочки сейчас они чуть-чуть поднимутся тоже смажу и также в духовку вот у нас такие кругленькие булочки получились вот такими крутые руки получились это просто это накручивала сейчас разломаю посмотрю вот и разломала такие мягенькие хорошие попробовала сладенькие вот так все на глазок ну ничего есть можно дыньку разрезали половинку уже съели это вторая половинка если арбузик был вообще сочный сладкий капитальный то дынька немножечко нас расстроила ну как все так как обычно на серединка мягенько чуть сочная кусочек укусил а дальше идет в шкурке уже твердо они наверное все такие так что с дынька не очень